Сегодня поговорим о том, как выглядеть моложе. Если сказать людям, что нужно делать, и не объяснить, почему, то часто они ничего не сделают. Так что сегодня я расскажу, почему и что нужно делать. Эта информация будет полезна и для новичков, и для тех, кто уже давно смотрит мой канал. Итак, чтобы выглядеть моложе снаружи, на самом деле нужно быть моложе внутри. Чтобы выглядеть молодо, нужно что-то сделать с накопившимися повреждёнными белками. Чем больше у нас повреждённых белков внутри и снаружи, тем старее мы выглядим. Речь пойдёт о многих аспектах общей картины. А начнём мы с термина КПГ. Что такое КПГ? Это сокращение от конечные продукты гликирования. Что же это такое? КПГ — это комбинация молекулы сахара и молекулы белка. Если взять сахар и белок и нагреть их вместе, мы получим КПГ. По сути, белки, которые теперь повреждены и недоступны, могут создать много проблем во всём теле. И из-за них мы можем выглядеть очень старыми. КПГ также образуются при соединении глюкозы с жиром и при их нагреве. Объясню это очень простыми словами. Когда вы едите, например, вот эту штуку, которая называется мороженым, это, по сути, нагретые до очень высокой температуры глюкоза, лактоза, то есть сахар вместе с молочными белками. Или вы просто едите продукт, в котором очень много КПГ. Мороженое — это идеальный пример нагретого жира с сахаром. Другой пример — ребрышки барбекю. Вы берёте ребрышки, белок, заливаете их соусом с сахаром и нагреваете. И когда вы поели жареных ребрышек, примерно через час у вас может появиться вялость, куча проблем с пазухами. Поэтому, когда жарите ребрышки, очень важно использовать соус без сахара. Используйте приправы, просто сухие приправы без сахара и морскую соль. Что насчёт сладкой газировки? Да, в ней много сахара и карамельный краситель. И вы нагреваете эту газировку. Бог ты мой! Вы не только поглощаете КПГ. Весь этот сахар в вашем теле при температуре 37 градусов соединяется, например, с вашими белками крови и с другими белками и образует все эти комбинации, которые связывают и повреждают белок. На самом деле, когда вы замеряете свой А1С, вы измеряете накопленный избыток глюкозы в крови за период в три месяца. Итак, если у вас высокий А1С, это указывает на уровень гликирования ваших эритроцитов. Он не должен быть намного выше пяти, ни шесть, семь, восемь. Я знаю людей, у которых А1С 11. Это лишь значит, что в вашей крови много сахара, и это вызывает гликирование. Этот белок повреждается и создаёт закупорки во многих местах. Рассмотрим картофель фри. Это крахмал. А это, по сути, как бы слипшиеся молекулы глюкозы. А потом всё это жарится во фритюре, то есть в жире. Итак, жир плюс крахмал жарится во фритюре, и мы получаем огромное количество КПГ. Хотите пораньше начать выглядеть стариком? Ешьте картошку фри. Далее, картофельные чипсы. То же самое, крахмал с маслом жарится во фритюре, ничего хорошего. Как насчёт пончика? Пончика, жареного во фритюре? Представьте, пустые углеводы, вероятно, с кукурузным или соевым маслом, или какое у них там ещё масло. Боже, смертельно. Помню, как я ходил на ярмарку в Кудстауне, штат Пенсильвания, где было жареное во фритюре мороженое, картошка, печенье, всё жареное во фритюре. На самом деле, на той ярмарке было мало молодых людей. А что насчёт гамбургера? Здесь у нас мясо с кетчупом, а также булка. Конечно, вы добавите сюда картошку фри и Кока-Колу, и вот вам КПГ в Кубе. Идеальный убойный рецепт быстрого старения. И почти вся еда именно такая в фастфуд-забегаловках. Китайская кухня, мексиканская кухня — всё это примеры КПГ. Это то, из-за чего вы стареете, и это то, чего нужно избегать. Ну хорошо, поговорим о том, как удалить КПГ из организма. Что ж, есть такое состояние, которое называется аутофагия. Это что-то вроде печи, которая может варить и расщеплять КПГ, повреждённые белки, а также старые белки, например, в старых клетках кожи. И в ходе этого процесса эти белки преобразуются. Аутофагия означает вот что. Ауто значит само, а афагия значит поедание. То есть тело в некотором смысле поедает собственные белки. Оно перепрофилирует, перерабатывает старые повреждённые белки и создаёт новые. Итак, аутофагия отлично устраняет КПГ. Она полезна для старой морщинистой кожи. И это главный фактор омоложения. И самый лучший способ запустить процесс аутофагии — это голодание. Тем, кто недавно на моём канале, я очень советую начать с интервального голодания. Внизу есть ссылки. Что касается тех, кто смотрит мой канал и уже практикует голодание, скажем, вы едите два раза в день. Я рекомендую есть один раз в день. Это называется амат. А тем, кто уже практикует амат, я советую перейти на так называемый сухой амат. Что такое сухой амат? Я ещё сниму об этом видео. Сухое голодание, которое, по сути, состоит в том, чтобы вообще не пить воды и ничего не есть, создаёт комбинированный эффект. То есть оно раза в три эффективнее. Итак, при сухом амаде вы не пьёте воду в течение всего дня, за исключением вечера, когда вы один раз едите. Но очень многие практикуют сухое голодание дольше одного дня. Их сухое голодание длится два, три, четыре дня, до семи дней или ещё дольше. Ведь мы можем получать воду из своих жировых клеток. Я не буду сейчас сильно в это углубляться. Это очень и очень мощный механизм, но это более высокий уровень. Я не советую делать это, если у вас ещё не было регулярного голодания с водой. Но если хотите перейти на следующий уровень, вам нужно начать сухое голодание с амадом. Итак, я очень советую, если вы хотите, чтобы ваша кожа была молодой, бывать на солнце. Просто следите за тем, чтобы не обгорать. Есть определённые виды света с определённой длиной волны, инфракрасный свет, которые смягчают повреждающее действие ультрафиолетового излучения. И таким образом, инфракрасные волны могут в огромной мере помочь выглядеть молодо, потому что эти волны помогают вырабатывать много мелатонина. Если вы не видели моё видео об этом, ссылка внизу. Мелатонин связан не только со сном. Это антиоксидант. Он защищает от свободных радикалов. Все наши клетки могут вырабатывать мелатонин. Есть два типа мелатонина. Один для сна, а другой — для антиоксидантов. И один из способов пополнить его запасы — бывать на солнце. Просто не переборщите. Но регулярное пребывание на солнце крайне помогает выглядеть моложе. Это одна из проблем зимой, когда нет солнца. Мы выглядим немного старее, бледнее, перестаём светиться молодостью. Далее поговорим об окружающей среде. Наше окружение просто наполнено химикатами, ядами, медикаментами. Всего этого очень трудно избежать. К счастью, у нас есть печень, которая может разрушать эти яды. Она может выводить тяжёлые металлы, пестициды, инсектициды, загрязнения, химикаты, которые содержатся в воде и пище. Это называется первой фазой и второй фазой детоксикации. В печени есть ферменты, уровень которых можно повысить с помощью некоторых продуктов, чтобы способствовать выведению ядов. Итак, чтобы выглядеть молодо, очень важно иметь здоровую печень. Если у вас цирротическая печень, то есть цирроз, рубцовая ткань в печени, или она наполнена жиром или воспалена, вы будете выглядеть старым. Так что, приведя печень в порядок, любым способом вы будете выглядеть моложе. И есть пара вещей, о которых я сейчас расскажу. Крестоцветные овощи. В них есть определённые фитонутриенты, способные повысить уровень ваших собственных ферментов и улучшить первую и вторую фазы детоксикации. Это первое. И к тому же овощи дают нам антиоксиданты напрямую. А те, словно санитары природы, слетаются и устраняют повреждения от свободных радикалов, которые возникают из-за воспаления, химикатов или тяжёлых металлов и так далее. Когда вы едите больше крестоцветных, таких как кейл, брокколи, брюссельская капуста, руккола, я люблю добавлять рукколу в зелень, вы создаёте здоровую печень. И чтобы выглядеть молодо, этот облик нужно создавать непрерывно. Часто люди просто пренебрегают созданием здоровья, а потом однажды удивляются, что стало с моим телом. Здоровье нужно непрерывно создавать, каждый день. Чтобы вывести многие яды, химикаты и токсины, попавшие в печень, нужна желчь. Она помогает вывести эти токсины. Так что желчь очень и очень важна, чтобы выглядеть молодо. Она не только выводит токсичные отходы, но и извлекает из пищи жирорастворимые витамины, а они абсолютно необходимы, чтобы выглядеть молодо. В данном контексте это такие витамины, как А, Е, Д, а также омега-3 жирные кислоты. Последние не являются витамином, но это незаменимый нутриент. И все эти жирорастворимые вещества, которые нужны, чтобы кожа была молодой, нельзя получить без желчи. Так что если у вас мало желчи в силу разных причин, скажем, у вас жирная печень, или у вас низкожировая диета, а выработку желчи стимулирует жир, или, скажем, у вас были желчные камни, и вам удалили желчный пузырь, нехватка желчи приведет к дефициту жирорастворимых витаминов и омега-3 жирных кислот. А все они очень нужны, чтобы выглядеть молодо. Поэтому достаточное количество желчи и достаточное количество жира в рационе для получения жирорастворимых витаминов крайне необходимо, чтобы выглядеть молодо. Вот почему на низкожировой диете люди начинают выглядеть старее. Ведь они лишены пользы, которую приносят витамины А, Д, Е и омега-3 жирные кислоты. Обсудим тип жира, о котором я говорю. Я говорю о жирной рыбе, такой как лосось. Он удивительно богат омега-3 жирными кислотами. Они нужны для противодействия воспалению и для баланса омега-6 жирных кислот, которые тоже есть в продуктах питания, таких как кукурузное масло, рапсовое, соевое масло, хлопковое масло. Они есть в очень многих продуктах. Они есть в продуктах, которые вы едите вне дома. Они вызывают сильное воспаление, из-за чего человек выглядит старее. Они влияют на глаза, вызывая возрастную макулярную дегенерацию у очень многих людей. И из-за них кожа выглядит более старой. Так что жирная рыба очень и очень нужна. Второй продукт — яичные желтки. В яичных желтках много хорошего витамина А. Также в яичных желтках есть холин. Он очень полезен при жирной печени и помогает нормализовать холестерин. В желтках есть лицетин. Он и нормализует холестерин. Люди боятся холестерина в яичных желтках, но в них есть и противоядие от холестерина. И, кстати говоря, вам нужны продукты, богатые холестерином, чтобы строить здоровые мембраны клеток, здоровые половые гормоны, которые делают кожу молодой, такие как тестостерон, эстроген. Вам нужен весь этот хороший холестерин, чтобы создавать здоровую кожу. Вот почему из-за лекарств от холестерина, таких как статины, люди выглядят очень старыми и страдают от побочных эффектов в плане мышц и воспаления. И у них не вырабатывается желчь. Нужен холестерин для выработки желчи, а она очень важна. И в частности, нужно принимать очищенные желчные соли, чтобы улучшить извлечение жирорастворимых нутриентов из жиров, если желчи мало. Итак, яичные желтки очень нужны. Сливочное масло. Оно богато витамином А. Ешьте его смело, главное — травяного откорма. И мы переходим к витамину Е. Лучший его источник — семена подсолнечника. Но он также есть в листовой зелени, орехах, овощах. Витамин Е очень и очень важен для кожи, а также для внутренних органов. Ещё один хороший жир — масло из печени трески. В этом масле есть и витамин Д, и витамин А, и омега-3 жирные кислоты. Так что печень трески и масло из неё очень и очень нужны. Говяжья печень тоже очень нужна. Лично я не могу её есть. Мне не нравится вкус. Но если вы любите печень с луком, ешьте её. В субпродуктах много жирорастворимых витаминов. Оливковое масло Extra Virgin очень важно. Авокадо и его масло превосходны, для кожи. Иначе говоря, низкожировая диета вам не нужна. Есть диета, которую я не рекомендую. Она называется идеальный белок. Это кето, то есть она низкоуглеводная, но при этом она низкожировая. Так что, в моём понимании, она не является здоровой версией кето-диеты. Если вы видели человека на диете идеальный белок, боже, каким же старым он выглядит. Его волосы, его кожа выглядят совершенно высушенными. Они не выглядят молодо. Так что, возможно, вы и похудеете, но здоровыми выглядеть не будете. Есть один интересный момент, о котором я хотел вам сказать по поводу овощей. Возможно, вы думаете, что в овощах не содержится много жира, но многие фитонутриенты, такие как хлорофилл, такие как каротиноиды и многие-многие другие, жирорастворимы. Поэтому, чтобы извлечь эти замечательные антиоксиданты, а также изумительные фитонутриенты, вам нужна желчь, а также их нужно есть с жиром. Поэтому, когда едите зелень, полейте её оливковым маслом экстра-верджин. Когда едите крестоцветные, полейте их оливковым маслом. Употребление зелени с маслом улучшает извлечение изумительных фитонутриентов, а они не только очень богаты антиоксидантами, но и способствуют первой и второй фазе детоксикации, о которых мы говорили. И, кстати, фитонутриенты также помогают стимулировать аутофагию. Итак, что касается повреждений свободными радикалами. Чтобы уменьшить избыточное количество этих повреждений и окисления, которые нас старят, есть два типа антиоксидантов. Есть эндогенные антиоксиданты, которые создаёт само тело. И есть экзогенные антиоксиданты, которые мы получаем из пищи. Нужно есть много зелени и овощей, чтобы получать эти антиоксиданты. Но в организме есть антиоксидантные сети. Они увеличиваются, когда вы упражняетесь. Они увеличиваются, когда вы голодаете. Так что голодание помогает практически во всём, что нужно, чтобы выглядеть молодо. При голодании становится больше антиоксидантов в теле, и это здорово. Так вот, я уже говорил о сочетании глюкозы с белком и глюкозы с жиром. Но и от глюкозы в принципе, от высокоуглеводной диеты. Человек, вероятно, быстрее, чем от чего-либо ещё, начинает выглядеть постаревшим. Ведь если посмотреть на диабетиков, как же быстро они стареют. Сахар подобен ржавчине. Он отисляет не только ваши сосуды изнутри, а также глаза, нервы, мозг и почки, но и вашу кожу. Из-за него кожа выглядит очень старой. И каждый раз, когда вы едите глюкозу любого типа, вы при этом одновременно блокируете витамин С. Молекула витамина С очень похожа на молекулу глюкозы. И вы блокируете витамин С, который тоже является очень мощным антиоксидантом. А ещё, когда вы едите сахар, вы истощаете запасы других антиоксидантов, таких как витамин В1, он тоже является антиоксидантом. По сути, вы просто делаете свою кожу очень и очень старой, очень быстро. И курение истощает запасы антиоксидантов, витаминов, особенно витамина С. Потребность в антиоксидантах, в витамине С и других витаминах возрастает очень сильно, если вы курите, потому что вы впускаете всё это загрязнение внутрь себя. Так что один из способов постареть раньше времени — это продолжать курить. Если вы курите, сделайте всё возможное, чтобы бросить. А тем временем, во время переходного периода, если вы бросаете курить, или, скажем, вы бросаете пить, а алкоголь — ещё один способ постареть очень быстро, вам нужно получать много антиоксидантов, но не в добавках, а из пищи. Вам нужно есть много зелени, много голодать и делать всё, о чём я говорю, чтобы противодействовать повреждениям свободными радикалами в организме. Хочу сказать ещё об одной штуке под названием стресс. Стресс вызывает в организме два следствия. Во-первых, он переключает организм на глюкозу, и организм начинает использовать глюкозу в качестве топлива, превращает различные ткани в глюкозу. Так что, даже если вы перестали есть углеводы, вы всё равно их потребляете, если у вас сильный стресс. Это одно следствие. А второе следствие — стресс вызывает катаболизм, то есть разрушение белков вашей кожи. Так что, один из способов постареть — испытывать много стресса. Поэтому нужно всеми силами стремиться уменьшить стресс в своём окружении. Вот только, к сожалению, его нельзя избежать, но можно что-то сделать, чтобы его уменьшить. Можно активно и регулярно заниматься физическими упражнениями. Можно много голодать, как интервально, так и длительно. Можно работать физически — одно из лучших средств от стресса. Можно работать над улучшением сна. Один из отличных методов — это контроль дыхания. Начните дышать через нос, особенно, когда легли спать, и замедляйте дыхание. У меня есть отличное видео об этом, ссылку обязательно оставлю внизу. Контроль дыхания помогает преодолеть приступ паники и по-настоящему контролировать стресс. Но стресс — это ещё один фактор, о котором я должен сказать, так как это очень важно. Хочу затронуть ещё один момент. Белок. Нужен белок высокого качества, органический, травяного от корма, промысловый. Жирная рыба, морепродукты — важный источник качественного белка, а также микроэлементов, которые помогают коже. Далее пастбищные яйца — очень и очень важно, в отличие от магазинных. Далее продукты из промысловых животных. И по поводу количества белка. Здоровая кето-диета предполагает умеренное количество белка. Это не высокобелковая диета. Знаете, к чему приводит избыток белка в рационе? который не преобразуется в собственные белки организма. Этот белок используется в качестве топлива, а также создает много отходов в организме. Поэтому очень важно не переедать белков, если хотите выглядеть молодо. Я не рекомендую низкобелковую диету, но ешьте белки в умеренном количестве. Вот очень простое правило. Порция белка должна быть примерно с вашу ладонь. Для мужчин это количество надо умножить на два, а для женщин просто с ладонь. Это простой ответ на вопрос, сколько это умеренно. И последнее, о чем я хочу сказать, это кишечная микрофлора. Микроорганизмы в кишечнике помогают вырабатывать жирные кислоты, а точнее короткоцепочечные жирные кислоты, а они очень важны для нормализации уровня сахара в крови, для повышения чувствительности к инсулину, для устранения инсулино-резистентности. Они также вырабатывают витамины группы В и факторы, которые помогают иммунитету уменьшить воспаление. А кроме того, они вырабатывают вторичную желчь, помогают вам вырабатывать желчь. Это очень и очень важно для извлечения жирорастворимых витаминов. Так что здоровая микрофлора очень нужна, чтобы выглядеть молода. И один из лучших продуктов для развития такой микрофлоры это ферментированные овощи, такие как квашеная капуста. Это вероятно самый лучший продукт для кожи. А также другие соленья и ферментированные овощи. Они очень и очень важны, так как дают нам пребиотики и пробиотики одновременно. Я дал много информации в этом видео, надеюсь вы делали заметки. Посмотрите по-настоящему погрузиться в тему здорового кета и голодания можно на моем базовом курсе. Приглашаю вас на свой курс «Здоровая кета». Он для тех, кто хочет похудеть так, чтобы вес снова не вернулся. На курсе я расскажу, что мешает сжигать жир и что конкретно нужно делать, чтобы исправить это без вреда здоровью. Этот курс прошли уже сотни людей и добились очень стабильных результатов. Присоединяйтесь и вы. Присоединяйтесь